Рязань с размахом отметила 925 день рождения. Молибин у часовни всех святых в Кремлевском сквере открыл празднование Дня города. Его провел митрополит Рязанский Михайловский Марк. Он отслужил молибин по случаю 750-летия мученической кончины благоверного князя Романа Рязанского, день памяти которого приходится на 1 августа, а также 925-летней годовщины Рязани. На мероприятии присутствовали глава администрации города Елена Сорокина, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская. Они поздравили рязанцев с Днем города, а также вручили митрополиту Марку памятный знак «925 лет Рязани». Символично, что день мы начали у часовни во имя святых в земле Рязанской рассеявшей, преображенной праздником часов. Символично, что пространство вокруг нас преображается. Кремлевский сквер стал другим. Это место очень важно для каждого рязанца. Да будет благословенен наш славный город, да будут счастливы его жители с праздником. После молебны торжественный прием в честь Дня города состоялся на площадке Зеленого театра Центрального парка культуры и отдыха. По красной дорожке, ведущей к сцене, прошли почетные граждане Рязани и передовики производства. В честь 925-летия Рязани был учрежден специальный почетный знак. Его обладателями стали представители разных профессий. Всего особым знаком за вклад в развитие города будут награждены 925 рязанцев. Всех вас. От депутатов Рязанской городской думы, конечно же, от себя лично. С нашим днем, с нашим любимым днем рождения нашей родной Рязани. Нам сегодня 925 лет. Наша Рязань имеет столько исторических событий. Но самое главное в нашем родном городе – это люди, которые вкладываем что-то в каждую частичку. Кто-то активно трудится на производстве. Сегодня собрались все те, которые внесли значительный вклад в наш родной любимый город. И для нас так важно, чтобы мы не потеряли все то, что мы имеем, а двигались вперед только нарастающими моментами. Медалями Надежды Чумаковой были удостоены 14 человек. Среди них директор школы номер 53 Лидия Матурина, главврач городской станции скорой медпомощи Игорь Задоя, журналист Галина Воропаева. Знак за заслуги перед городом Рязанью получили учитель начальных классов лицея номер 4 Зинаида Клементовская и педагог дополнительного образования школы номер 7 Светлана Гарамова. Почетным гражданином Рязани стала Александра Рябченкова, председатель Совета ветеранов Московской окружной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Конечно, очень волновалась, очень волновалась, потому что все-таки это высокая награда города. И мои ветераны спасибо. Я не за зарплату работаю, а работаю просто, что мне интересно со старшим поколением работать. А они как дети, только они старшие. Глава администрации города рассказала, что в день рождения Рязани город получит подарки. В Центральном парке культуры и отдыха открылась освещенная скейт-площадка. Перед Дворцом торжеств на Московском благоустроена площадь, которая дополнит здание ЗАГСа и украсит центральное шоссе нашего города. В поселке Строитель открылась обновленная библиотека. Подарков в свое 925-летие Рязань получила действительно немало. Принимай два новых арт-объекта. Таких у тебя еще не было. Цветы, кованые в лесопарке. И сюрприз в сквере на Новослободской. И сразу несколько детских площадок. Ты же любишь детей? Посмотри на своих гостей. Это трудолюбивые, порядочные, верные тебе люди. Среди них тех, кто печет для тебя хлеб. Кто лечит тебя, когда занедужишь. Кто учит твоих детей. Убирает твои улицы, парки, скверы. Возит тебя, строит для тебя. Любит тебя. И заботится о тебе. Это твое главное богатство. Все подарки в день города рязанцы оценили. Особенно понравилась им скейт-площадка в Центральном парке. Всем желающим опробовать свое мастерство на скейте, самокате или велосипеде рассказали о технике безопасности. Если что-то упало, как описано в правилах, которые находятся на информационном щите, перед скейт-площадкой, их соблюдать надо. Соблюдать свою защиту, иметь на коленнике, на локотнике, шлемы. И, естественно, быть бережно, относиться к другим людям. Если человек упал и поднял руку, естественно, не стоит стартовать и двигаться в его направлении. У нас всегда был один скейт-парк, и он же как-то поднаедал. И мы очень ждали, когда откроется новый скейт-парк, чтобы опробовать новую фигуру, покататься. Ну и как, опробовали? Да, мне понравилось. В рамках Дня города глава администрации Рязани Елена Сорокина возложила цветы к памятнику Надежды Чумаковой, которая в течение 23 лет работала председателем Исполнительного комитета Рязанского городского совета народных депутатов. В возложении также приняла участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской думы Юлия Рокотянская. Завершился день 925-летия Рязани праздничным салютом. В администрации Рязани отметили, что для борьбы с распространением коронавируса жителям города сообщили точки, откуда салют можно будет увидеть с комфортом. Его можно было посмотреть с площади Победы, Первомайского проспекта, улицы Дзержинского и других. Праздничный салют начался в 10 часов вечера и длился почти 10 минут. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».